здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске из россии могут выслать сразу несколько европейских послов ну все конец всякой демократии в этой стране не забудем не простим ну что спорим что это правда или не совсем на этом свете существует только ложь обман и воровство рубрика за граница нам поможет среди европейских дипломатов которые недавно отказались от встречи с главой нет россии сергеем лавровым есть руководители дипмиссии стран евросоюза и представители ес москва теперь ждет от них ответа на вопросы что они делают в россии и как собираются выстраивать свою дальнейшую работу речь идет о руководителях дипломатических миссий стран членов евросоюза и представителях ес в россии которые отказались от рабочей встречи с министром иностранных дел нашей страны заявила на брифинге представитель мид мария захарова в ответ на просьбу уточнить представители каких именно стран отказались от полученного приглашения вывод очевиден они не интересуются контактами с официальными властями россии в целом это не только частный случай но мы картину всю эту видим шире я слышала комментарий который был дан по линии евросоюза что это такая мол нормальная дипломатической практика да нет это аномальная дипломатическая практика это логичная и разрушающие принципы направления послов практикам это то что в принципе ставят под вопрос предназначение дипломатических представительств этой страны и этих стран именно так этот вопрос и встает на повестке дня в же тогда они сами видят смысл собственного присутствия в нашей стране продолжила мария захарова но все это точно для гаги да как же смеет россия мешать западным посольством устраивать тут всякие разноцветные перевороты а зачем же тогда нужны западные дипломаты в россии ну не дипломатической же работой заниматься в самом-то деле не укреплять же и выстраивать отношения а наоборот вести священную и непримиримую борьбу как говорится вот это вот все россия ну разве не истина тоталитарная страна лишила западных дипломатов и так уже почти всех дипломатических удовольствий ведь чем у нас должны заниматься дипломаты они должны не вылезать с радио станции эхо москвы так в россии ликвидировали эхо москвы а вы спросите хоть у того же майкла макфола который от венедиктова ну просто не вылезал и больше времени проводил в студии чем у себя в посольстве если хоть что-то более важное чем эхо москвы и майкл вам скажет есть конечно надо еще сходить на телеканал дождь ну так и что вы думаете туда теперь тоже сходить не получается вот ведь горе какое мы же говорим россия ну просто всех дипломатических удовольствий лишила эхо москвы отобрали дождь отобрали да еще и по митингам ходить не велят что дальше тоталитарная страна это ваша россия а тут еще вышел министр лавров и заявил прямо мы собрав такую информацию пригласили всех послов европейского союза по моему недели полторы тому назад на встречу со мной на которой я хотел как министр иностранных дел послан руководителям дипломатических миссий рассказать о том что мы просто советуем из лучших побуждений этим не заниматься и что вы думаете за два дня до назначенного мероприятия до встречи нам прислали ноту мы решили не ходить наглость как смеет лавров отнимать уж самую последнюю радость у западных дипломатов но ни стыда ни совести нет но тут оказалось что есть люди и похуже медведев после этого заявил что таким послам просто нечего делать в россии от слова вообще можно их выслать а уровень отношений понизить исключительно помощи ради ведь эхо москвы теперь вещает из европы вот пускай туда и возвращаются и ходят там на эхо москвы ну надо же им как-то скрасить дипломатические будни друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите